Вот такая сухая трава у нас в Италии. Это наши газоны. Вы представляете, они были всегда-всегда зелененькие. Потому что мы их поливали регулярно. У нас вот это вот для поливания. То есть они поднимаются и идет вот такой дождик во все стороны. Смотрите, какие у нас газоны. Ничего не осталось. То есть тут полностью все сухое. Это вообще жуть. Вот так вот. Смотрите, это наши газоны. До, я нашла видео в своем телефоне. Решила поставить, показать вам, какие у нас газоны обычно. То есть вот эту травку мы косим. Оно все зелененькое. Все очень красиво обычно. Но вот в этом году нет травы. Осталось все только сухое. Сухая трава. Всем привет, друзья. Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Валентина. Я сижу на улице, умираю от жары. И кушать готовлю на улице сейчас. Потому что в доме не хочу нагревать еще больше дом. Не хочу включать ни газ, ни духовку, вообще ничего. Просто потому, что кондиционер не справляется. Весь день включенный кондиционер. В доме очень жарко. У нас в доме 32 градуса, а то и 33. На улице тоже градуса 34-35. Сейчас с утра. И не знаю, сколько будет днем. То есть у нас обещают до 40 градусов эти дни. Жара невыносимая. А если включаю кондиционер, в доме можно опустить так до 28, где-то 27 максимум. Ниже не опускается. Потому что один кондиционер, он не справляется. Купить же еще второй кондиционер, я не знаю. То есть реально нас просят. Вот кто-то из вас писал в комментариях о том, что правда ли, что в Италии такая сложная обстановка, что жарко, что засухо и проблема с водой. Да, это правда. Действительно, я считаю, что это глобальная катастрофа. Потому что, я не знаю, как в других странах, но здесь мы действительно чувствуем вот это. Потому что, как я сказала, будет градусов 40 на днях. И трава сухая. Все очень сухое, как в пустыне. Но у нас это уже началось где-то в июне. В начале июня уже было все сухое. Если в Италии обычно в августе все сухое такое, да, то в этом году, в июне уже вообще все сухое. И, кстати, когда вот это все сухое, трава, ну, поля, начинаются пожары, естественно. Вообще невыносимо дышать. Пыль вот это. Воду просят экономить, конечно. У нас пока, у нас лично пока проблемы нет. Но вообще это все у нас на нашей совести, да. Как бы вообще просят всех аккуратно обращаться с водой. Потому что, действительно, засуха с водой. Начинаются проблемы в Италии. И мы не исключение, естественно, у нас как вода. То есть у нас вода поступает из гор. Питьевая вода, она очень чистая. Очень хорошая вода, вкуснейшая вода. Мы не покупаем, естественно. Мы хотели ставить фильтры в доме, в кране. Но к нам приехали, сделали анализы. Вода очень-очень хорошая. И нам сказали, что фильтры нам не нужны. Мы можем пить воду спокойно. Естественно, вода у нас идет с гор. И чистейшая. Но ее нужно, конечно, экономить. Потому что стоимость на воду будет подниматься. Для того, чтобы поливать поля, травку, кустики, цветочки вокруг дома, грядки. Вот это все у нас есть колодец. То есть мы копали колодец несколько лет назад. Несколько, уже, наверное, лет 8, а то и 10 назад. Платили мы за него что-то около 5000 евро. В колодце в этом всегда была вода. У нас с водой проблем, в принципе, никогда не было. Сейчас же в колодце воды очень мало. Травку мы стараемся вообще не поливать. У нас трава уже сухая, как в пустыне вообще. Я уже боюсь просто, чтобы... То есть действительно сухое все. Реально сухое. Потому что вот так вот загореться, это раз плюнуть. И вообще вот можно наблюдать, что где-то загораются поля. Причину я не знаю. У нас, кстати, в прошлом году здесь было как бы такое частное, как сказать, предприятие. Там вот агрикультуры или как сказать. У них вот огромнейший навес был с сеном. Сено, солома там. Ну, они как скупляют, да. А потом продают вот тем, у кого есть фермы. Вот как-то так это работает. Я, если честно, в подробности не вникала. Точно не могу вам сказать. Но факт в том, что вот этот вот кабанонный, то есть навес с этими сеном, с соломой, он загорелся в прошлом году. От чего? Потому что там припарковали машину. И, по крайней мере, так решила полиция, что машину просто в зеркало светило солнце и от зеркала отсвечивало на солому на эту, и загорелась вот эта солома. И все. То есть, вы представляете, это был кабанонный, то есть навес из цемента. И крыша там была железная, там ничего не осталось. То есть оно сгорело, все в прах. Там такое пламя было, там в округе то, что было, ближайшие какие-то здания, там окна потрескались, там все повылетало. Вообще, в эту жару, естественно, это такое нормальное явление. Поля загораются где-то. Уже вот на днях позавчера, по-моему, мой муж ехал и тоже наблюдал там пожар. Поле горело. В общем, ужасно. Жарко, конечно, и это все очень беспокоит, естественно. Вообще, меня беспокоит, в принципе, глобальная обстановка, потому что это, естественно... Ну, вообще, я слышала такую информацию, что нулевая температура сейчас находится только на 4 тысячи высотой. Ну, 4 тысячи. Так я вот хочу сказать, что раньше, насколько я знаю, у нас вот если было жарко, можно было подняться в горы, но это где-то там полторы тысячи высота. И там было холодно. Даже можно было наблюдать иногда на вершине гор, там даже снег можно было наблюдать. То есть это вообще... То есть действительно нагревается воздух, и вот это вот глобальное потепление идет, да. Вот. И в связи с этим, естественно, просят также экономить электроэнергию, не только воду. Ну, вообще, я слышала уже такую информацию, что по осени именно в квартирных... То есть в домах вот этих, где квартиры, да, там будут... Опустят температуру помещения, да. То есть будут отапливать чуть ниже, чем вот надо было бы, да. То есть чем раньше было. По крайней мере, ну, мы отапливаемся отдельно. У нас мы отапливаем дом стружкой, но... То есть в Италии это называется перит. То есть у нас это подключено к батареям. Это такое паровое отопление, которое идет от печи, в которую мы засыпаем стружку. И она очень сильно подорожала. Вообще говорят, что газ подорожал меньше всего. То есть вроде бы как он даже не подорожал. Это я слышу от людей. Потому что мы газом не пользуемся, можно сказать, вообще, если только кушать, приготовить, да. Ну, это по минимуму совсем. А вообще стружка подорожала в два раза сейчас, потому что в прошлом году мы, помню, по осени или летом мы заказывали, мы заранее немножко покупаем вот это топливо, да. Мы заказывали 4 или 5 поддолов топлива этого. Ну, у нас хватает где-то 5-6 поддолов на зиму. Но у нас в доме очень жарко зимой. То есть мы окна открываем, настолько, ну, очень жарко. И я хочу сказать, что... Да, это, кстати, немножко отличается. В принципе, в Италии многие рассказывают, что в домах очень холодно, да. У нас мы всегда очень много отапливаем, очень жарко. Поэтому вот 5 поддолов где-то это было 1400, да, в прошлом году там, если было... Ну, в общем, что-то 300 евро, может, за поддон или как там было за топливо, за это, за стружку. В этом году перебили мне видео. Я тут сидела, снимала видео, позвонила мне знакомая одна итальянка. Давно мы с ней не общались. Позвонила и на час. Вот так вот пообщались пока, короче. Сейчас попытаюсь вам доснять это видео. В общем, я стала говорить за поддоны. Так вот, в прошлом году мы заплатили там за 5 поддонов, что-то 1400 или что, я уже не помню. В этом же году 1200 за 2 поддона. То есть, естественно, 2 поддона нам не хватит на зиму. Естественно, придется или докупить, или же экономить, или, скажем так, включать меньшее обогревание в доме. Вот поэтому, конечно, вот это уже проблема. И проблема в смысле вообще просит экономить все, да, потому что мы действительно землю эту уничтожили уже совсем. Глобальное вот это потепление, жара вот эта, засуха. Дождя нету вообще. То есть, у нас дождя, наверное, нету с мая или что. То есть, ну, у нас тут прошел дождик там один день, но это так чисто там что-то прокапало и все. И немножко была опустилась температура, там пару дней продержалось где-то 26 градусов. Вот сейчас же опять поднялась температура. И поэтому, конечно, засуха вот эта именно из-за того, что нету дождя уже сколько месяцев. Потому что то, что он прокапал там полчаса, это так, можно сказать, что и дождя этого и не было. Вот цветы же, конечно, я поливаю. Грядки в этом году мы не садили. Поэтому воду, ну, для грядок мне вода не нужна. Но траву, газоны мы не поливаем в этом году, экономим воду. Поэтому, конечно, газоны здесь оставляют желать лучшего. Все желтое вместо того, чтобы быть зеленым. Не знаю. Я вот, в принципе, летом в августе в Италии меня уже раздражало вот это все желтое. Я люблю вообще зелень, да, природу зелененькую. Ну, а сейчас вот уже в июне было все таким вот сухим, желтым. Представьте себе, что будет в августе. Вообще, если честно, даже думать не хочу. Вот поэтому просят, в принципе, экономить все, чтобы не нагревать еще больше планету. Естественно, я не хочу высказывать свое мнение насчет по этому поводу. Просто потому, что, да, люди могут экономить электричество, воду экономить, да. Но если пока не прекратится все вот это, все то, что происходит в мире, вы понимаете, о чем я, да. Вот это все то, что уничтожается, земля полностью. Мы уничтожаем землю, вот человечество просто уничтожают землю, да, природу. Вот эти все, ну, представляете, да, о чем я не хочу говорить, потому что, я не знаю, может, еще канал забанят. Вот, но это, конечно, бесполезно, потому что все вот эти вот выхлопные газы, все вот эти вот взрывы, да, все вот это то, что мы творим, земли нам мало уже, летим в космос, как говорится, потому что землю уже настолько уничтожили, что уже нам не хватает, да. Да, что вообще, конечно, мысль-услух. Это мысль-услух, потому что, я не знаю, я возмущаюсь, конечно, все вот это, что мы творим с землей, это вообще ужасно. Естественно, природа реагирует, да, по-своему, как-то так. Но вообще цены, конечно, стали подниматься сейчас уже на все. Если я еще месяц назад выкладывала видео, говорила о том, что я не вижу роста цен в Италии, все замечательно, да, то уже, конечно, цены поднимаются, но благодарю еще Вселенную за то, что еще у нас скидки какие-то, просто потому, что там где-то поднимают цены, например, вот, ну, пример приведу, да, вот я покупала крем, обычно я крем для лица покупаю, 12 евро я всегда раньше платила за эту линию, да, ну, там, за баночку от этого крема. Сейчас же я платила за него 8 евро за эту баночку, то есть я заплатила меньше, но настоящая цена этой банки крема была уже не 12 евро, а почти 17, но скидки 50%. Поэтому цены растут, но много где можно найти скидки еще. Туристы у нас есть в Италии, и туристы в основном итальянцы отдыхают на своей территории, как говорится, ковид тоже начинает расти, идет рост вот этого заболевания сейчас, правда, они достаточно, ну, как, скажем так, не настолько агрессивно, да, вот прогрессирует эта болезнь сейчас, то есть люди достаточно хорошо себя чувствуют, несмотря на то, что они положительные, да, там, ну, простыли, там, что-то болит, температура поднялась, но достаточно хорошо, то есть не такие сложные вот случаи, как это было раньше. Но случаев достаточно много, распут случаи. Пока еще у нас свобода в Италии, по крайней мере, на нашей территории региона Марки, свобода еще, потому что здесь в Италии обобщать я не могу, так как у нас много регионов в Италии, на каждом регионе, в каждом регионе политика отличается, и в каждом регионе свои правила немножко, поэтому у нас пока свобода, у нас пока гринпасс нигде не нужен, можно ходить без гринпасса, без масок мы сейчас ходим, и, в принципе, маски нужны, по-моему, только в больнице, вот в престарелых домах, по-моему, только там. Насколько я проинформирована, может, я немножко ошибаюсь, но, в принципе, мы достаточно свободно передвигаемся, мы ходим в бары, ходим в рестораны пока, все нормально, то есть маски нигде не нужны, хожу заниматься йогой утром, маску никто не требует, все свободно достаточно, детские лагеря, вот как я сказала, все достаточно свободно, да, было без масок, без гринпасса, без ничего. Как бы, ну, если человек плохо себя чувствует, естественно, он уже по совести идет и делает этот тест на COVID, и если он положительный, естественно, он сидит какое-то время дома на карантине, но это уже, ну, как бы, сейчас немножечко проще, ну, как бы, уже не настолько страшна эта ситуация, не настолько страшно все происходит уже, но к этому то ли мы привыкли, то ли уже могут, скажем так, могут уже лучше лечить, уже как бы вроде, ну, не настолько страшно это все, да, в общем, ну, цены, конечно, растут на все, вот как-то так, в общем, мир сходит с ума, как говорится, глобальная катастрофа, в принципе, во всем, потепление глобальное, цены, COVID этот, в общем, как-то так вот, высказала свои мысли сегодня, мысли-слух, поделилась с югением своим, тут у меня бегают, носятся, то звонят мне сегодня, то муж приехал, то ребенок бегает, ну, как-то так, то коты, то собаки, на этом я заканчиваю свое видео, всем большое спасибо за просмотр, доготовила я обед, вот, всем приятного дня, до свидания, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, до свидания.